Но тем временем украинская артиллерия бьет и по Луганску. Под обстрелом снова жилые кварталы. Что сейчас там происходит, расскажет наш корреспондент Артем Кол. Он выходит на прямую связь со студией. Артем, здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, когда начался обстрел, есть ли пострадавшие, но и в целом какова обстановка на данный момент? Здравствуйте, Антон. Обстрел Луганской юго-восточной части города начался примерно около 20-25 минут назад. Первые взрывы стали раздаваться в начале часа. И по характеру взрывов мы просто стали свидетелями. Мы просто увидели, что это, скорее всего, использовалась система залпового огня, либо град, либо смерч, потому что довольно-таки сильные взрывы были. Мы находимся на неком удалении от того района. И в нашей гостинице сотрясались окна от взрывов, после чего последовала серия одиночных взрывов, судя по всему, уже тяжелой ствольной артиллерии, возможно, 150-миллиметровой, которая наносит еще более сокрушительные разрушения. И уже через несколько минут снова раздались взрывы. Снова системы залпового огня, снова взрывались ракеты. Мы это зафиксировали. В ближайшее время уже картинка будет в эфире. И сейчас мы также продолжаем слышать одиночные взрывы от ствольной артиллерии, возможно, это гаубицы. Предположительно, обстрел начался с территории, которая сейчас находится под контрольным украинским силовикам. Они находятся буквально в 30 километрах от Луганска, в станице Луганской. Именно оттуда, предположительно, сейчас устреляли. Но, судя по движению ракет, которые мы наблюдали, непосредственно видели, как летели ракеты в сторону Луганска. Напомню, что обстрел города... Город уже не обстреливали примерно две недели. Но две недели назад ракеты от системы залпового огня СМЕРШ долетали и до центра Луганска, несмотря на то, что украинцы находятся в довольно удаленном, довольно-таки далеко от центра города. Как я говорил, уже в станице Луганской совершенно на другом населенном пункте. При этом хотелось бы отметить, что сейчас приходит сообщение, что ПВО города Луганска сегодня в районе 8 часов вечера над городом заметила беспилотник, пыталась его сбить из зенитных орудий, но, к сожалению, не удалось сбить этот беспилотник. И, судя по всему, украинские силовики проводили таким образом разведку. И вот мы сейчас видим последствия, точнее, цели украинской армии. Зачем же они проводили разведку? Антон.